всем большой привет еще раз извиняюсь сразу мой голос я совсем разболелась вот ну а мы сейчас я на сидим делаем салат оливье я нам не помогает чистит яичко скажи всем привет яйцо вот я тут уже лучок подготовила остывает у нас сейчас морковка я только сейчас достала немножко осталось самую мелкую картошку выбрала и сварила тут станет и как раз пришла из школы сегодня не последний день учились да рассказывай как ты дела сдали не учебники уже дня три нам наверное тому назад да а сегодня был последний день кто ну все эти переодевайся мои руки я там еще курочку запекай овки нет работает и отварила я макароны это наше самое любимое блюдо вы не поверьте нам больше ничего не надо да вот сегодня еще перед рейла все полы всю квартиру везде порядок навела полдня упиралась все везде помыла все давай иди перед рейлахи мы немножко подстригли вот как здесь можно похудеть когда на ночь все едят сладкое сделала девчонкам влажный пирог молока налила прохладенького вкусненько да любит они этот пирожок выбирали сейчас здесь трубочки сидели каким будет пить вот сейчас вам покажу как он выглядит вот его сверху помадкой полила только вот достала еще горячий не успела даже чтобы настал дать ему и уже разрезала вот так вот все перемыл еще сделал макароны по-флотски тоже остывает и хочу вам показать сейчас небольшую закупку из пятерочки вышла она у меня на 2 600 заказывала я продукты все эти на дом и за доставку я заплатила 99 рублей вот давайте вам покажу что я взяла этот раз значит кефир одну упаковку взяла обычная сейчас кефир пью по вечерам вместо ужина или из него что-нибудь пиком последнее время очень часто делаю манник на кефире вот такой вот обезжиренный творог может быть тоже из него что-нибудь сделаю может быть просто на еду так вот стародворье это колбаса на завтраке а также из молочки еще два пакета молока это на готовку а это на питье значит это майкопская тоже две упаковки так такая вот томатная паста иранская взяла сейчас буду готовить я борщ у меня закончилась томатная паста ты тут кстати неплохая мне понравился и она не очень дорогая где-то 57 рублей там стоила вот хороший мне понравилось так вилок капусты буду делать борщ как я уже сказал масло подсолнечное олейное взяла по моему она сто шестнадцать рублей ли сто четырнадцать где так капуста нас подешевле сейчас стало тоже в районе 70 рублей яблоки зато у нас сильно подорожали от 100 рублей и выше вот эти по моему 100 рублей действия кило 700 они такие не очень большие сразу идут фасованы далее взяла такую вот муку пшеничная этот красная цена фирма здесь два килограмма мне понравилось хорошая мука ничего не могу сказать плохого в принципе как и обычная поэтому еще раз взяла до этого брала две упаковки так хлеб батон это у нас в нарезке и вот такой вот обычный ржаной тоже небольшая упаковочка кстати первый раз вижу красная цена гречку вроде смотрю чистая 100 рублей на стоила здесь килограмм огурцы такие вот длинные где-то около 70 что ли они стоят сметана 68 по моему рублей то одна из самых дешевых было но вкусная но так далее решила детям и себе заменить щетку улье новое есть недавно только меня вот доктор заяц значит взяла им хорошо хоть разного цвета положили а то я все думала как же они будут распределять так и вот себе вот такой вот дигзаг на выпечку сенды в принципе так чтобы попить взяла вот такой вот на искрик вот недавно делал шоколадный пирог добавлял такой вот несколько так 2 апельсинчика апельсины тоже около 100 рублей где-то вот такая вот колбаса этот раз была по акции я решила взять или я себе на работу на бутерброды берет и вот такой вот голландский сыр тоже на бутерброды но и так на готовку так здесь вроде бы все вам показал и тадам представляете в пятерочке появился сахар 5 килограммовый и я наконец-то его ухватила ни в одном магазине нет такой роскоши как в пятерочке стоил он где-то триста двадцать четыре что ли рубля сейчас не помню уже но так конечно намного выгоднее покупать чем по 70 72 рубля где так стоит один килограмм вот так что урвала наконец-то ну вот все такая вот у меня была небольшая закупочка на 2 600 всего лишь ничего купили сейчас мелким заходили фикс прайс не было мелков зашли в констовары за 50 рублей нашли а там были фикс прайс но что-то некий совсем дорогие про похоже похоже ресурс можно раскрасить еще у меня все голоса нет я особо не разговариваю простыл и не могу никак остановиться значит вот так вот выглядит мелкий здесь штук самый обычный простые 50 рублей а фикс прайс мы заходили вообще за вот таким вот набором для песка двести пятьдесят рублей он стоил вот я не играть песочек подходит под возраст я интересно также они у меня выпросили еще два таких блокнота анюта выбрал такой по 200 вот это тоже 200 вообще кошмар 700 рублей отдали вообще за три вещи так и сейчас еще вам покажу кстати мне при так рюкзак тут нравится такой вместительный у меня тут вот царить литровая бутылка с водой стоит и полностью он закрывается единственное что тяжело это все тащить так и вот такие вот шариковые ручки анюте нужен был черный цвет рисовать рисовать в этом своем блокноте так ну и тут у нее еще свой телефон она кладет ко мне надеюсь все слышно будет так ну и кошелек мы девчонками вышли погулять у нас сегодня пасмурно дождик шоу смотрите сколько маков на поле очень много спасибо давай как-то не очень не пахнут практически даже я бы сказал не пахнут так мы уже пришли домой хорошенечко так погуляли и у нас опять пошел дождик были мы в магнит косметики купила я детям вот такой вот шампунь пахнет очень вкусно малинкой вот называется принцесс такой беру первый раз по 109 рублей был по акции и в магнит косметики еще купила такую вот тушь она стоила 350 рублей черный цвет щеточка у нее такая закругленная прорезиненная только таким могу красить именно резиновыми не обычными вообще такую кстати беру первый раз не знаю что за тушь посмотрим в аптеке наконец-таки появился мой эутерокс я пью 50 миллиграмм вот очень давно не было его наверное месяца три вот у меня заканчивается уже и вот наконец-то я купила теперь можно не переживать так не ухватит надолго вот и горчичники себе купила буду лечиться старым советским проверенным способом от заложенности в груди вот вчера делала у меня уже они старые один пакетик еще один остался вот поэтому решил докупить ну и таблетки от кашля я сухого пью вот ну и вот это вот все в совокупности катает тесто там до стоит тесто у меня такое получилось мягкое эластичное прям хорошо тянется и не рвется любителей в части покопаться вот значит у меня первая партия уже немножечко подмерзла я только что достала из морозилки сейчас это все я отправляю на доску и пусть еще замораживается вот такие вот получаются первая партия мне было я много туда фарша засунула поэтому у меня они еле вылезли вот кстати у меня такая вот пельменица есть пластмассовая так наверно до второго же доску вот сделаю небольшие заготовочки да да вот тоже наблюдает стоит вот сделаю заготовочки ну и так чтобы на сейчас поесть то мне кажется на одной доске ценю месяц хочешь перемешки да обожаю пельмешки вкусно так пахнет это вот обрезки я из них второй пласт катаю и опять заново стилю так ладно будем дальше лепить процесс у нас во все идет так все пельмешки готовы я их отварил немножко сейчас вечером детям потому что прям им не терпится уже попробовать да вот такие вот получились не разваривается тесто мне прям очень понравилось взяла рецепт из интернета очень эластичная и прям очень хорошая еще одну партию налепила и сейчас вот выкладываю уже на другую доску не уже большой такой противень один в заморозке и вот осталось вот чуть-чуть и вот чуть-чуть сейчас как раз еще на один раз вообще в принципе очень много получается этого количества теста у меня было 600 грамм муки я делала на обычной холодной воде не на кипятке просто обычное тесто